Я посчитала, сколько денег мне нужно, чтобы жить одной, и немножко офигела. Я всю жизнь жила с кем-то, сначала с мамой до 18 лет, потом с бывшим номер один, потом опять с мамой, потом с бывшим номер два, и всегда кто-то платил за мою еду и за квартиру. Я не знаю, как и будет платить за то, чтобы спать и есть. Мне очень страшно. Почему нужно столько денег платить просто за то, чтобы существовать? Добро пожаловать во взрослую жизнь! Даже вы представляете, дожить до возраста, когда у тебя сиськи больше головы, и узнать, что продукты в холодильнике оказываются не бесплатные. Это же на самом деле удар по психике, просто узнать вот в этом возрасте, что вода не сама собой в кран приходит, а что кто-то ее, собственно, туда подает и делает это за деньги. И оказывается, потребности базовые, вот эти потребности, они тоже стоят денег каких-то, да, которые нам необходимо на них тратить. Смотрите, она вот с мамкой прожила, потом с одним мужиком прожила, потом с другим мужиком, и теперь она вот будет для себя жить, в независимую играть. Это ж надо, да, действительно, за еду платить. Где бы это видано было? Кто вообще это придумал посмел? Где это вообще видано, чтобы обладательница пиписьки женской за еду сама платила? Так вот выглядит эмансипация. За что боролись на то и как бы вот бородой стукнулись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!